следующего автора зовут руслан зиганшин фрилансер 44 года изучает гудине два года давайте посмотрим на его рендер две вот таких картинки внутри у нас как видите снег елочка есть два варианта вот есть небольшие отличия по текстурам он здесь но из какой-то добавился и вот такой вот ну что прикольно все смотрится шарик стеклянный как-то в вере что он стеклянный возможно не хватает какого то окружения там сзади но в принципе все прикольно давайте посмотрим на проект значит вот такой проект у нас здесь есть сразу на рабочем столе лежит референс до по которому видим происходил моделинг всего этого дела и давайте посмотрим это дело сейчас оттащу в стороночку чтобы было виднее так вот это все свет а это все геометрия соответственно ну опять-таки рекомендую как-то это делали либо раскрашивать либо помещать в нет бокса что мы понимали что это свет допустим камера ну давайте начнем с чего просто попроще так вот у нас есть сфера так так обычная сфера подрезаем ее клипом поднимаем ее в вексе ну окей здесь просто на самом деле все гораздо проще но то есть если опять таки здорово что вы изучаете векс здорово что этим пользуетесь но можно было во первых положить но до трансформ до в том же режиме минус знак доллара игрек мин да у меня это вообще в в прессе так сделано либо ноду access и line из game development tool сета который тоже эту штуку делает но если уж как бы пользуетесь вексом то ну почему нет векс тоже хорошая штука просто на мой взгляд чуть попроще и чуть побыстрее так дальше нас что происходит еще поднимаем дополнительно на высоту блока видимо вот этого дальше что мы делаем добавляем толщину полиэкструд делаем разверточку вот такую вот ну конечно на самом деле вот такая конфигурация из треугольников не очень подходит для полярной именно развертки но окей я потом не заметил текстуру какой-то на на сфере но может царапин используются не знаю тогда же нормаль материал и выводим сверху так а здесь что происходит у нас так это мы берем разбиваем фракчером зачем-то делаем а символ я просто не очень понял зачем есть это фракчер ну ладно сейчас посмотрим хорошо сфера есть так бэйс ну в общем понятно тью полифил поли был да хорошо ладно это очень видимо в прессе так это установлено но на самом деле чуть проще можно сделать нормаль анвраб материал ну в общем здесь понятно угги так стойчка просто бокс окей значит и давайте посмотрим на дерево дерево прикольное такое прям классно давайте посмотрим как она сделана у нас есть line у нас на него значит скопированы сферы круги пардон соответственно пискейл у нас вот так вот сделан от минимума до максимума по значению номера точки от 1 до numpt ну окей так нормально все это можно сделать нормали которые нас смотрят из центра круга сделано да то есть мы в нормаль записать значение p и теперь у нас здесь на выходе нормаль будет смотреть вот туда наружу их на них там уже нормализованы окей сделали так дальше что у нас происходит переворачиваем елочку но на самом деле мы могли вот здесь вот да просто поменять местами два вот эти две вот этих штуки было то же самое так нормализовали зарандомили нормально немножко точнее как немножко сильно зарандомили да то есть мы просто ее перезаписали полностью не совсем понятно зачем вот это вот здесь было сделано да потому что это уже нас не влияет если хотелось как бы использовать все таки направление наружу то можно было бы здесь на поставить не свет вылью а например а довели да в таком случае у нас как бы к нашей нормали это бы штука добавилась но единственное что п п п п п сейчас секунду это кладется на точке и это кладется на точке так вот как бы вот наша исходная нормаль да и вот мы могли бы таком случае и как бы изгибать на если бы здесь мы выбрали добавить значение она стоит set value поэтому в принципе все старое значение нормали она просто откидывается то есть вот эта штука была здесь не нужно и дальше мы на это копируем значит четыре линии давайте посмотрим что именно мы копируем вот такую штучку point jitter и и сгибаем трансформим так чтобы она была ближе к центру точнее мы ее крутим чтобы она была в эту сторону окей хорошо ладно и копируем на соответственно наши точки и используем нормаль в нашем случае соответственно если мы выберем вот так вот в общем будет немножко другой результат либо set все так поставить как было у автора так дальше мы трансформ уменьшаем ее по бокам немножко отнимаем наверх значит уби удаляем атрибут psql ненужный нам кладем ноду нормал здесь она в принципе не особо нужна на потому что у нас нет замкнутых полигонов то есть у нас по сути как бы норма здесь ничего не делает вообще можно даже посмотреть на вертексах вот нормально улевая лежит ну то есть в ней смысла нету в этой ноде так дальше материал кладем пластик и добавляем psql то есть толщина которая будет рендериться у нас соответственно у нас здесь поскольку мы рендерим в redshift у нас стоит режим стрэнс рендер объект с стрэнс то есть у нас эти кривые будут рендериться добавлен тесселяция то есть они будут такие изогнутые стрип может быть здесь имело смысл сделать цилиндр все-таки ну принципе нормально окей то есть дерево прикольно сделано хорошо давайте посмотрим на частички так что у нас здесь происходит у нас есть значит вот такой тор на него мы кладем пи скейл окей зачем-то непонятно зачем зачем мы сюда к ним пи скейл я вот не очень понял ладно здесь у нас второй вариант это сфера с полифилом да то есть на цельная будет цельная и мы ее превращаем в виде b хорошо это будет коллизия теперь значит здесь мы берем первый вход то есть тот самый тор и до 40 фрейма мы рождаем 10 100 тысяч частиц в секунду вот это здесь принципе не нужно ну то есть это не срабатывает на что здесь ноль вот видимо просто остатки какие-то так никаких атрибутов мы здесь особо не записываем а понятно зачем был пи скейл для того чтобы поп грейн с у нас работал но в принципе он будет так чудо пи скейл положил давайте посмотрим как это выглядит вот у нас значит наша сфера заполнилась грейнами до 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 вот этого сорокового фрейма и после этого они у нас едят под падают вниз а некоторые у нас вылетели код наружу и летают поп винт у нас стоит значит с большой амплитудой но и за и соответственно спрайт у нас на них положен виде сферы окей дальше нас используется static object вот так куда соответственно для того чтобы у нас по этой сфере все двигалось то есть у нас в качестве static object а просто выбран во второй вход нашего поп нетворка куда нас приходят соответственно видеби и этот видеби используется в качестве прокси-волюма соответственно если мы вот здесь вот его отключаем то у нас партиклы не будут взаимодействовать они будут лететь вообще вообще с во все стороны вот так это выглядит но все равно некоторые партиклы вылетают конечно за пределы слишком большая скорость у них вот в какой-то момент возникает я не знаю видно нет сейчас сейчас пока нормально вот где-то вот они вылетают это отдельные партиклы и можно было бы их в принципе удалять просто вот здесь вот использовать там pop kill например надо того чтобы удалять либо в поп-грейн еще подшаманить немножко чтобы они так сильно не разлетались либо винт например сделать поменьше вот там плитуду не совсем понятно почему такая большая здесь что она дает сейчас секундочку если винт вообще убрать ну да не совсем непонятно но хорошо там была какая-то большая амплитуда пусть она там будет 19 ну в принципе здесь все понятно гравитация то есть ну такая обычная нормальная симуляция дальше мы кладем пискайл для того чтобы соответственно все это отрендерить в качестве партиклов вот так вот но опять-таки пискайл здесь можно было зарандомить было бы интереснее да то есть просто поставить положить но до требует рандома из пойди и у нас был бы разные размеры этих частичек тоже в общем прикольно так ну в принципе все все рассмотрели свет свет стоит неплохо на мой взгляд да то есть мы делаем две штуки которые нас отражаются и раслайд дом у нас есть пустой правда вот сюда бы я все добавил hdr куда то чтобы я какие-то более интересные отражения более сложные да потому что на рендере немножко терялась граница у нас вот ну а так в принципе интересный проект все все прикольно сделано надеюсь мои комментарии здесь были как-то полезные надо продолжать надо делать еще лучше еще интереснее и классная елка мне понравилось и в принципе на рев достаточно похоже может было можно было бы добавить еще вот эти вот объектики был бы еще круче давайте двигаться дальше следующий наш автор барабанщиков это в виде моего фамилия либо ник 26 лет начала изучать гудини после моего урока зачем переходить на гудини что же очень приятно что мои уроки кого-то вдохновляют на такие подвиги и давайте посмотрим на результат работы вот такая анимация получилось ну в принципе все прикольно да понятно что рендер шумноват и все это дело нужно править на мой взгляд немножко хаотично эти штуки прыгают но это что называется дело вкуса давайте уже посмотрим проект проект выглядит вот так опять-таки еще раз снова и снова повторяю давайте делать как-то какие-то группы и группировки у нас есть куча возможностей как все это дело организовать значит на рабочем столе для того чтобы всем было приятнее смотреть на ваш проект вот такая сцена ну тут много все происходит давайте смотреть с чего-то простого начнем значит так так ну видимо просто материалы не вижу в сцене хорошо давайте я верну и сделаю без материала вот просто банальная сфера с поле x трудом все понятно в принципе есть а вот тут сайт можно было не убирать да потому что при connected компонент у нас как бы она и так и так как бы не никаких перемычек там не будет внутри так поехали дальше значит grid а это что сложно и так это потом сфера тор прикольно так что у нас здесь происходит мы берем тор с помощью примите флопа турбулент но из в рампу вычитаем из какого-то параметра вот так вот делать не надо обязательно называйте ваши параметры ну как бы соответствии с тем что они делают вы же присылаете проект другому человеку да это важно да и вы сами точно забудете там через месяц что это делает просто для себя сразу же приучайтесь проект организовывать хорошо потому что гудини пакет сложный в нем много всего можно сделать и чтобы самим просто не путаться всегда называйте правильный параметр чтобы было понятно что здесь происходит ну вот мы соответственно добавляем просто какой-то параметр добавляем атрибутик который видимо будет у нас отвечать за рандомные выдавливания давайте посмотрим вот гриблинг да то есть он дает какое число рандомное не совсем честно мне понятен вот этот input параметр что он делает но допустим то наверно уменьшает количество гриблов так дальше мы что делаем мы мы стираем атрибут сиди ноуки то есть это видимо просто было для того чтобы здесь в ноде примите фоб его увидеть окей хорошо так дальше мы делаем в ранглы ухты так давайте посмотрим значит случае если у нас гриблинг больше 0.3 что у нас здесь происходит добавляем новые точки ну по сути вы здесь сделали экструд нет нет вы делите эти самые все я вы я вас понял можно сейчас не буду как бы детально вникать в этот код я в принципе вы понял о чем речь идет да то есть мы просто добавляем вот это вот разбиение полигонов дальше мы еще разбиение полигонов добавляем значит по какому-то второму то есть когда больше но 75 еще добавляем больше и здесь еще добавляем можно было сделать вот то же самое все внутри вот этого то есть здесь запустить цикл просто да и делать там столько-то раз сколько нужно в зависимости от атрибута гриблинг но кида то есть вот здесь просто произошло рандомное разбиение некоторых отдельных полигонов дальше мы на счетом делаем рандомайз экструд видимо до бластим все лишнее опять-таки здесь вот это можно было заменить на одну ноду сплит там внутри тоже самое blast и не blast то есть в общем так ну хорошо и дальше мы делаем цикл по примитивам и здесь мы используем рандом от номера итерации но как вариант можно до второй вариант можно было зарандомить атрибут zscale да и не делать цикл даже да то есть как это делается то есть можно было просто положить атрибут рандомайз вот так вот на примитивы zscale единичный dimension только вот у нас появился до рандомный мы втыкаем все это дело в поле экструд и здесь включаем local control вот этот а здесь можно там сделать ну условно какую-то единичку выдавливание сейчас делить channel сделала и и вот тогда соответственно вот здесь вот этой единичкой мы меняем общее так и здесь можно выбрать вот так вот индивидуальные компоненты и в принципе та же самая история абсолютно да только мы избавились от цикла и от чтения вот это кому как удобнее на самом деле да в гудине всегда есть куча способов как сделать одно и то же на мой взгляд вот этот способ он более более правильный более простой хорошо вот нас есть такой тор прикольный технологический с гриблом так здесь что у нас происходит это вот эта штука видимо по такому же принципу сделано из круга такой же видимо грибл здесь используется окей но поскольку все это используется много раз я бы рекомендовал сделать ассет из этого пятка меня на канале есть замечательная серия уроков просе это посмотрите это можно организовать в одну оболочку используйте много сразу раз а не копировать просто ноды туда-сюда ну потому что это просто неудобно ну в общем абсолютно даже самая история только у нас теперь вместо тора вот эта штука опять-таки серьезно вот это все прям вот это вот все точнее вот это все превращается в осет записывается и используется просто одинаково во всех трех если вы захотите что-то подкорректировать вы меняете значит алгоритм внутри самого осета он применяется ко всем инстансам данного осета так гораздо удобнее и нижний тор тоже то же сам та же самая история окей прикольно так давайте пойдем дальше height field здесь такая прикольная гора у нас значит понятно у нас есть height field на которой у нас проецируется вот такая штука на то есть что здесь было сделано обычная кривая и немножко потом эдитом доработанная в принципе если вам кривая чем-то не нравится вы можете прямо нас вы выделив саму кривую войти в этот инструмент и двигать каждую отдельную и точку на то есть эти ты в принципе здесь не обязательно делать можно сразу же на кривой это сделать но в принципе хозяин барин что называется можно и так дальше поле ваер сабдив вырезаем верхнюю половину всего этого дела и значит проецируем на наш height field получили получилась такая долина дальше мы добавляем соответственно маску в эту долину и понятно маску разблуриваем так mask blur дальше мы делаем distort внутренние части так подрезаем значит масочку дальше что у нас здесь происходит выбираем верхнюю плоскость да то есть просто по высоте mask by feature выбираем все что находится достаточно высоко и после этого уже добавляем на маску блурим немножко и добавляем вот но из который делает горы и и дальше та же самая история эрозия сейчас подождем пока прочитается допустим вот там есть эрозия есть потом эти конвертируем значит в примитивы и потом мы сохраняем в кэш насколько я понимаю из кэш читаем дальше 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 в принципе все понятно прям на мой взгляд перебор полигонов ну не нужно не нужно так было делать ну понятно вырезаем просто из шарика и сохраняем то есть у нас здесь сейчас 700 тысяч полигонов на мой взгляд слишком много то есть это все можно было упростить учитывая как бы расстояние и все это можно упростить вот здесь вот в конверт хайдфилд здесь у нас есть параметр density можем уменьшать его там 05 поставить допустим 07 и будет гораздо меньше полигонов результате но в принципе понятно обычный хайдфилд вот у нас есть так дальше пойдем сюда воде что-то интересное прям прям что-то интересное что у нас есть у нас есть бокс у нас есть точки раскиданы просто копируем бокс да получаем такую сложную конструкцию а как сложно так это что такое то есть мы копируем опять таки бокс зачем-то будем здесь это видимо была попытка была попытка очистить геометрию от внутренних ребер возможно потом еще больше боксов у нас соответственно потом скатерем еще и еще дополнительные боксики фьюзим делаем буллин второй вход булли на что у нас еще один бокс который как бы все вместе видимо а вот такой буллин вырезаем дырку там внутри окей дальше так вот что то здесь происходит серия клипов это для анимации что ли сделано я не очень понял возможно для анимации но сейчас тоже не увидел но прикольная конструкция получается да такая рандомная и такая хай-тековая вполне вполне классная но вот насчет этих клипов я честно не уверен зачем они здесь нужны ну поехали дальше значит сорт рандомно сортируем что-то дальше мы но из по позиции в рампу опять-таки вычитаем из и какого-то значения непонятного и снова делаем грибл а но это мы уже знаем у нас появился какой-то дополнительный грибл так здесь у нас тоже какая-то историю find short спас что-то пытались сделать но она никуда не приходит поэтому что не пойдем дальше и 3 петра дома из но видимо опять таки ну вся та же самая история да мы это уже проходили то есть мы просто делаем тот же самый грибл который можно было просто сделать васет и не мучиться интересно сюда у нас приходит куски свободные дальше что мы там подчищаем что-то видимо получилось геометрия не очень чистая так дальше что-то нас отдельно вы вытаскивается в какие-то в какие-то отдельные fbx и не совсем понятно зачем мы видим в каком-то может быть другом проекте это использовалось а здесь у нас какие-то шметки остались так что здесь происходит а ну то есть здесь мы делаем условно говоря name в зависимости от нормали не совсем понятно зачем здесь вот этот плюс а плюс 1 ну вот здесь проще было сделать до параметр внешне если уж эта штука нужно то есть зависимости от направления нормально мы сюда добавляем атрибут на им значит как я понимаю сейчас давайте посмотрим как это выглядит по нормаль сюда нормаль сюда нормаль сюда и соответственно здесь внутри мы это потом еще коннективе эти делаем для этого окей хорошо так дальше что происходит классный конкат и мы добавляем к уже имеющимся атрибуту name который мы здесь создали мы добавляем номер вот этого класса да то есть мы как бы разделяем все куски геометрии которые смотрят в разную сторону то есть в под 45 градусов то есть у нас же вот здесь вот происходит вот это вот ринт да то есть мы округляем нормаль до целого а то есть это будет либо 1 0 0 либо 1 1 0 либо 1 1 1 то есть мы как бы крутим нормаль под 45 градусов условно говоря вот эта штука вот это делает здесь так дальше мы удаляем все лишь мы создаем новый атрибут принципе можно был в старый записать ничего страшного нет так дальше мы перемену ну вот да вот здесь мы могли просто написать name name и вот это убрать да то есть создаем атрибут заново как бы переменовываем его не нужно дальше мой поле доктор поэтому на ему пропускаем еще ух на мой взгляд здесь много каких-то усложнений но я не знаю с чем вы сталкивались то есть может быть у вас появлялись какие-то проблемные места здесь и соответственно получалось какая-то какая-то некрасивая геометрия поэтому приходилось делать так опять у нас какой-то симпатичный врангл а вот во вранглах я тоже рекомендую крайне писать комментарии комментарии во вранглах это важно во первых сейчас для меня я конечно в этом разберусь но и для вас тоже чтобы потом вы могли вернуться и посмотреть в чем в чем проблема второй вариант это может быть не ваш врангл может быть вы просто взяли его из чужого проекта да в таком случае понятно но в таком случае я бы рекомендовал пройтись по нему как бы вот строка за строкой и подписать для себя что что это делает да в таком случае вы сможете более грамотно в будущем понимать что происходит внутри векс кода то есть на выходе мы просто меняем атрибут name видимо в зависимости от какой-то алгоритма можно сейчас не буду с этим разбираться если пожалуйста так дальше мы соответственно удаляем вот этот вот поэтому атрибуту все лишнее напишите в комментариях да что именно там делают эти вранглы как бы почему все так сложно мне кажется что можно было попроще сделать дальше мы измеряем соответственно площадь полигонов и здесь мы раздвигаем концы минимума и максимума да то есть мы здесь считаем минимальное максимальное значение area по количеству примитивов это опять-таки можно сделать гораздо проще атрибут промоут кладем то же самое area с где нас там лежит начну примитивах на detail выбираем здесь значит минимум убираем delete origin на что у нас сохранилось change new name делаем мин и второй вторым образом значит делаем то же самое только убираем максимум и выбираем max значит max и у нас теперь на выходе на уровне детали вот будут лежать два атрибута минимальное и максимальное значение как бы этот код тоже работает да здесь для тех кто не понял о чем речь мы здесь сначала берем очень большое значение min и очень маленькое значение max а дальше для каждого примитива мы сравниваем значение площади атрибута area с этим минимальным максимальным значением и соответственно эти значения раздвигаем то есть мы находим по сути минимум и максимум значения area атрибута area вот вот как бы вот так это делается без всякого кода да если что что у нас здесь происходит ну вообще здорово что вы пользуетесь франклами и прям вот мою мое почтение что называется это очень мощная штука 10 я так понимаю что просто добавляются точки каким-то случайным образом можно сейчас правда не буду сейчас по строкам разбирать и потом удаляются примитива точно нас как бы остаются на этом гриде вот на входной геометрии какое-то количество точек которые лежат в каких-то каких-то местах возможно в центрах до в цент вот так вот как бы центральные точки по этим примитивом прикольно сделано тогда что происходит у нас окей давайте посмотрим значит что у нас на выходе у нас на выходе появляются трубы что ли да ну вот такие вот как бы штуки которые лежат по поверхности ну в принципе прикольно ну как бы они не очень верю что здесь нужно по два вложенных цикла делать да просто нам на мой взгляд может быть где-то вы усложняете задачу хотя опять таки не не знаю с чем вы столкнулись процессе создания да то есть у нас давайте на выходе появится получается вот такая штука по которой у нас идут вот такие вот трубы рандомные действие есть какие-то проблемные полигончики ведь там перекрываются в принципе это прикольно на в принципе это прикольно не знаю ну такой с очень сайфай хай-тек я просто не уверен что вот это нельзя упростить то есть у меня ощущение что это можно было бы упростить там наверняка какой-нибудь используется триангулей от квад ну еще много всего интересного здесь происходит на мой взгляд какие-то вещи здесь можно прямо упростить но опять таки я думаю что вам виднее как было правильно сделать под вашу задачу поэтому я здесь как бы не буду это дело отдельно для вас комментировать как бы и говорит что это ошибка вообще хорошо то сюда штука у нас создает вот это вот центральный элемент прикольный что у нас еще есть у нас еще есть вот такие вот классные вещи какие-то горы до которые куда-то у нас смотрят ну короче вот эта вся история очень некрасиво сделана сетка ну то есть прям непонятно где у нас выход что у нас является главным вот это вот зачем здесь нужно нужно ли это вообще то есть ну как-то даже просто перед отправкой на конкурс надо было все это почистить и на выходе у нас результате получается вот такая история прям на мой взгляд но вот как-то усложнено все это можно было сделать и попроще но с другой стороны почему бы нет так а почему у нас вот так все грит еще какой-то есть дополнительно я вот здесь уже путаюсь честно говоря что у нас как бы является выходом этой этой геометрии что нет то есть вот все это делает вот эту штуку хорошо но в принципе почему нет интересная форма скалы достаточно хотя на мой взгляд можно было сделать чуть чуть попроще хотя опять таки вам виднее так и видимо 2 такая же абсолютно штука просто с другими параметрами вот вот это вот я бы рекомендовал все упрощать нас и значительно да есть принцип программирования drive don't repeat yourself то есть если у вас что-то повторяется несколько раз но вы что-то не так делаете то есть если вас повторяется один тот же сетап несколько раз нужно было делать по-другому нужно было сделать ассет например его использовать несколько раз или что-то типа того да то есть но ни в коем случае не просто тупо копировать все ноды да и просто менять какие-то параметры в них ну а это усложнение это усложнение для вас и для меня и общем не нужно так делать ну вот на мой взгляд проект прикольный классный и здорово да что вы сделали его его таким учитывая что не так давно занимаетесь гудини очень много кода и это классно но единственное что я бы рекомендовал все-таки думать об упрощении работы да потому что далеко не всегда сложно значит хорошее ну скажем так и гудини как бы сложнее бывает считать и вам тоже сложнее в этом разбираться и вам проще какую-то ошибку допустить в коде либо где-то еще в сетапе до в результате чего у вас что-то получится не очень красиво не очень процедурное в каких-то моментах но это в принципе нормально совершенно нормально что вы там начав работать с гудини начинаете делать какие-то сложные сетапы потому что ну конечно здесь можно делать все что угодно и поэтому руки развязаны и прям хочется развернуться как следует чтобы значит почувствовать себя властелином мира это нормально абсолютно нормально поэтому я поздравляю с этой работой классная обратите внимание да на упрощение на то как создавать асеты и думаю что следующий проект будет еще интереснее еще круче и в визуальном плане и в техническом плане так что дерзайте удачи и пойдем дальше и и и Продолжение следует...